Лекция 6. Тема. Описание функциональности разработки диаграммы потоков данных. Нотация DFID — моделирование потоков данных, то есть процессов, основана методологией Гейни-Саршен, в соответствии с которой модель системы определяется как герархия диаграмм потоков данных, описывающая асинхронный процесс переобразования информации от ее ввода в систему до выдачи проекта или объекту, контекстные диаграммы и иерархии определяют основные процессы или подсистемы, систему с внешними выходами и выходами. Они детализируются при помощи программ потоков. Декомпенсация ведется до тех пор, пока не будет достигнут такого уровня декомпенсации, на котором процессы становятся элементными или детализировать их далее невозможно. Главная цель такого представления — продемонстрировать, как каждый процесс преобразует в свои выходные данные и выходные, а также и проявить отношения между этими процессами. Диаграммы ДФД обычно строятся для наглядного изображения текущей работы системы документооборота организации. Как правило, диаграммы ДФД используются в качестве дополнения модели бизнес-процесса, выполняемой в IDF0. Источники информации, внешние сущности, порождают информационные потоки, потоки данных, то есть переполняющие информацию в кавказ системы или процессы. Те, в свою очередь, преобразуют информацию и подражают новые потоки, которые переносят информацию к другим процессам или подсистемам, накопителям данных или внешним сущностям, потребителям информации. Таким образом, основными компонентами диаграммы потоков данных являются внешние сущности системы-подсистемы, процессы, накопители данных, потоки данных. Данный стандарт представляется двумя немного различающимися вариантами, которые называются нотациями. Первый из них называется нотация Гейна Сарсена, вторая нотация – Йордана де Марко. Лекция 7. Тема описания функциональности разработки нотаций IDF3. Этот метод предназначен для моделирования последовательности выполнения действий и взаимозависимости между ними в рамках процесса. Модели IDF3 могут использоваться для детализирования функциональных блоков IDF0, не имеющих диаграмм декомпозиции. Нотация IDF3 используется в категории сценариев для упрощения структуры описания сложного многоэтапного процесса. IDF3 осуществляет реализацию следующей информации о процессе. Объекты, учитывающие описание операции и функцию, которую выполняют эти объекты. Также взаимосвязь между процессами и состояние изменения, к которым подвигаются объекты. Также время выполнения и контрольные точки синхронизации работ. Также ресурсы, необходимые для выполнения работ. Существует два типа диаграмм в стандарте IDF3. Это ПФДДД – диаграмма описания последовательности этапа процесса. И ОСЭТН – диаграмма состояния объекта и его изменений в процессе. Лекция 8. Тема. Проектирование с использованием метода сущной связи. В реальном проектировании структуры баз данных применяется так называемое семантическое моделирование. Семантическое моделирование представляет собой моделирование структуры данных, опираясь на смысл этих данных. В качестве инструмента семантического моделирования используются различные варианты диаграмм сущной связи, то есть R-Entity Relationships, которые могут быть относительно легко отображены в любую систему баз данных. Первый вариант модели сущной связи был предложен в 1976 году Питером Пин Шен Ченом. В дальнейшем многие авторы были разработаны свои варианты подобных моделей. Кроме того, различные кейс-средства используются несколько отличающие друг от друга нотации ERD. Одна из наиболее распространённых моделей предложена Баркером и используется в Oracle Decider, в кейс-средства SilverRun. Используется один из вариантов нотации Чена. Кейс-средства Erwin, ERStudio, Decider IDF. Используют методологи IDF1X. По сути, все варианты диаграммы сущной связи исходят из одной идеи. Рисунок всегда наглядно текстового описания. Все такие диаграммы используют графические изображения сущностей предметной области и их свойств, то есть атрибуты, и взаимосвязи между сущностями. Лекция 9. Тема. Определение языка разработки среды реализации инструментов разработки. Программная среда разработки используется из пользовательской программы. Программу среду, программное окружение, то есть разработка пользовательской программы составляет совокупность программных средств, системных программ, используемых при создании и использовании программ в данной аппаратной операционной среде. В понятие аппаратной операционной среде входит набор устройств компьютера и средств операционной системы. Основные устройства персонального компьютера Это процессор, оперативная память, внешняя память, внешние устройства То есть клавиатуру, дисплей, принтер туда выходит Управление всеми устройствами компьютера занимается операционной системой Например, DOS, Windows и так далее В целом аппаратное устройство и операционная система создают ту операционную систему В которой работают системные и политические программы Среда разработки программного обеспечения совокупных программных средств Используем программистам для разработки программного обеспечения Системы программирования представляют собой единство средств Статической и динамической поддержки, то есть инструментальной и исполнительной Простая среда разработки включает в себя редактор текста с подвеской синтаксиса конкретного языка программирования В нем программист пишет текст программы, так называемый программный код потом компилятор есть или интерпретатор он транслирует программу написанную на высоко уровне языке программирования в машины язык машины код непосредственно понятный понятным компьютером есть отладчик служит для отладки программ ошибки в программах могут быть синтезическими обычно не выделяя выявляются еще на стадии компиляции и логическими для тестирования программы и выявление в ней логические ошибки служит отладчик средства автопонизации сборки когда эти компоненты собраны в единый программный комплекс говорят об это интегрированной среде разработки такая среда представляет одной программой представлена одной программой не выходя из которой можно производить весь цикл разработки состав комплекса кроме перечисленных выше компонента компонент мог входить средства средства управления проектами система управления версиями разработанным инструментом для упрощения разработки интерфейса пользователя стандартные заголовки то есть мастера упрощает разработку стандартных задач и другие современные среды разработки поддерживающийся объектно-ориентированную разработку по также включает браузер класса инспектор объектов и диаграмм иерархии класса лекция 10 тема инструментальные средства и технологии windows sdk а языка software development kit это набор средств разработки то есть комплекс средства разработки который представляет доступ программистам к соответствующим программному обеспечению sdk помогает программистам в разработке приложений а также в расширении возможностей готовых приложений часто пакет sdk распространяется бесплатно хорошие языка может стать определяющим фактором при выборе программного обеспечения содержание sdk обычно в языках входит сама программа то есть библиотека позволяющая разрабатывать новые программы игры на основе уже существующих и некий инструментарий для отладки далее документация составляющая как право из двух разделов то есть туториал пошага инструкция и референция справочных доступных для для данного sdk возможности инаке самое главное например и того что делается при помощи sdk своего рода шаблоны то есть вам совсем не обязательно вникать в тонкости работы sdk можно просто взять готовый шаблон изменить его соответственно своему вкусу и получить желаемый результат программу или игру применение sdk при помощи языка может создаваться действительно качественные игры без глубокие знания технологии программирования под 3d кроме того можно создавать приложение для определенных пакетов программ аппаратных платформ компьютерных систем операционных систем и многое другое лекция 11 тема процедура физического проектирования порядок инструменты ресурсы и документы основные этапы физического проектирования программного продукта то есть программа это последовательность инструкции предназначен для выполнения компьютера на сящее время программа оформляется в виде текста который записывается файл этот текст является результатом деятельности программист и несмотря на специфику формального языка остается программа для программиста процесс создания программы предполагает несколько этапов один первый этап это этап разработки проекта программы следует это программирование на этом этапе пишется программа программистами этот текст воспринимается легче двуичного кода поскольку различные минимуматические сокращения и имена заключают дополнительную информацию второй этап это файл с исходным текстом программ его также называют исходным модулем обрабатывается он транслятором который осуществляет перевод программы с языка программирования в понятие понятную машину машине последовательность кодов процесс трансляции разделяется на несколько этапов на первом этапе исходный текст он обычно хранится в виде текстового файла то есть подвергается логической обработке программа разделяется на предложение предложение делится на элементарные составляющие лексемы каждое лексемы распознается имя ключевое слово литера литерал символ операции или разделить и преобразуется соответствует двоичным представлением этот этап работает транслятор называется лексическим анализом задача лексического анализа выделить в исходном тексте цепочку символ представляющие лексем удалить пробельные символы и комментарии так не зафиксировать специальных табличках табличках для хранения разве разных типов лексем факт появления соответствующих лексем в анализируемом тексте также есть преобразовать цепочка символ представляющие лексему то есть в пару тип лексы лексем указывается на информационные они информация не организация классов таблицы экологического анализатора на этапе лексического анализатора создаются следующие таблицы служебных слов языка ага ограничителей идентификатор анализируем программы чисел констант а организация таблиц он делится на массивы записи упорядочные или нет массивы указателей на записи список бинарное дерево хэш таблицы то есть часть всего используется на практике это затем наступает этап синтетического анализа синтетический анализ это процесс сопоставления линейной последовательности лексем то есть слов языка с его формальной в грамматике грамматикой результатом обычно является дерево разбора также есть третий этап на этом этапе из лексем собирается выражение а из выражения операторы в ходе трансляции последовательности терминальных символ преобразуется в не терминал невозможное достижение очередного не терминала является признаком синтетические ошибки в текстами исходной программы после синтетического анализа наступает этап поэтапной генерации коды на этом этапе происходит замена операторов языка высокого уровня инструкциями ассембле а затем последовательными машин машин машинных команд команд результат преобразования исходного текста программы записывается в виде двоечного файла его называют объекта модулем с расширением точкой оба джи для сип лет плюс или десу для delphi объектный модуль может выполнять лишь после специальные дополнительные обработки там можно сказать компнов которая осуществляется специальной программной программной компнофщикам компновщик это модуль модуль системы программирования или самостоятельная программа которая собирает результативающую программу из объектных модулей и стандартных библиотек модулей лекция 12 тема управление версиями pp то есть программным продуктом управление изменения проект проектах производящие производится на всех этапах создания приложения. Это одна из самых важных составных частей проекта, ведь изменения могут происходить и в требованиях, и в коде, и в моделях, созданных на этапах бизнес-моделирования и проектирования. Без отслеживания изменений и своевременного оповещения о них, тех участников проекта, которые касаются внесения изменений, управляют проектом сложно. Руководители проекта должны быть в курсе того, что именно происходит на данном этапе и что уже реализовано в проекте. Иначе оно рискует вообще никогда не завершить проект. Если же вы хотите узнать, кто и когда поменял ту или иную строчку файлов исходного кода программы или сайта, сделать работу двух или более программистов над одним проектом прозрачной, простой и легко контролируемой, или хотите иметь возможность отменить изменения в коде, сделанной неделю назад, а также иметь возможный доступ к исходникам старой версии программы, при этом не заботясь о своевременном создании резервных копий, то вам необходимо использовать систему управления версиями. Современные системы для управления версиями должны отслеживать изменения не только исходного кода приложения, но и моделей документов, наборов данных и многого другого. На данном этапе предлагаются различные системы для управления версиями, такие как Microsoft Visual Software, Starbase, StarTeam, Rational Quark, Subversion и т.д. Лекция 13. Тема OpenTools API. OpenTools API – это набор интерфейсов, то есть функций, предназначенных для управления средой программирования, расширения функциональных возможностей среды разработчика. OpenTools API позволяет разработчикам добавлять новые функции в Delphi и C++ Builder. Эти дополнения называются мастерами или экспертами. Мастера могут использовать OpenTools API для изменений ESR, получения информации о статусе ESR, получения уведомлений о важных событиях. Этот набор позволяет нам создавать свои собственные меню, кнопки, управления и т.д. Особенность Tools API в Delphi и C++ Builder различных версий. Также внутренних отличий в Tools API ID, Delphi и C++ Builder фактически нет. Но есть Tools API Delphi 5. Тождественен Tools API, C++ Builder 5 и т.д. Расширения, собранные на Delphi, без проблем работает C++ Builder аналогичной версии. Создав полезную функцию для ID Delphi, вы всегда можете использовать ее с помощью C++ Builder той же версии. При создании расширения, которые могут использоваться в нескольких разах версий ID, нужно использовать Tools API от самой низкой версии использованной ID. Это связано с тем, что развитие интерфейсов порождает правила совместимости сверху вниз, от высших версий к низшей. Лекция 14. Тема. Использование в создании DLL. Если вы создаете не одну программу, а несколько, и в каждой из них используется общим набором подпрограмм, то код этих подпрограмм включает в каждую вашу программу. В результате достаточно большой общая часть кода начинает дублироваться во всех ваших программах неоправданно, раздувая их размеры. Поддержка программ затрудняется, ведь если вы исправили ошибку в некоторой подпрограмме, то вам придется перекомпилировать и переслать потребителю целиком все программы, которые используются. Решение проблемы состоит в переходе к модульной организации выполняемых файлов, которые реализуются с помощью динамической загружаемой библиотеки. Динамическая загружаемая библиотека от английского Demi Kelly Library. Это библиотека под программ, которая загружается в оперативную память и подключается к использующей программе во время ее работы, а также не во время компиляции и сборки. Файл динамически загружаемых библиотек в среде Windows обычно имеет расширение DLL от английского динамикового Link Library. DLL не является запускаемым файлом. На несколько раз программы могут использоваться в работе общую динамическую загружаемую библиотеку. При этом операционная система в действительности загружает в оперативную память лишь одну копию библиотеки и обеспечивает совместный доступ к ней со стороны всех программ. Кроме того, такие библиотеки могут динамически загружаться и выгружаться из оперативной памяти по ходу работы программы, освобождая ресурс системы для других задач. Одно из важнейших назначений динамической загружаемой библиотеки – это взаимодействие под программ, написанное на разных языках программирования. Например, вы можете свободно использовать в среде DELPHI, динамической загружаемой библиотеки, разработанной в других системах программирования с помощью языков C и C++. Справедливое и обработанное обратное утверждение. Динамические загружаемые библиотеки, созданные в среде DELPHI, можно подключать к программам на других языках программирования. Лекция 15. Тема «Отладка программ. Инструменты, методики и отладки». Конечная цель программиста заключается в написании правильного работающей программы, но, к сожалению, в 99 случаях из 100 первая попытка использования программы приводит к проявлению предупреждения диалогового окна с кодом ошибки, неверного результата или в худшем случае к зависимости зависанию компьютера. Приблизительно так начинается отладка программы. Отладка программы – это специальный этап в разработке программы, состоящий из выявления и устранения программных ошибок, факт существования которых уже установлен. Программные ошибки, как правило, делятся на два вида. Первое – синтетическая ошибка, то есть неправильное употребление синтетической конструкции, например, употребление оператора цикла форм без TOO. Второе – это алгоритмическая ошибка, нарушение логии программы, приводящее к неверному результату. Это наиболее трудно для отлова или ошибки. Такие ошибки, как правило, кроются в алгоритмах и требуют тщательного анализа и всестороннего тестирования. На этом наша видеолекция «Инструментальные средства разработки программ» подходит к концу. Спасибо за внимание.